Дома невероятно холодно, у нас всё ещё не включили отопление, поэтому я литрами пью горячий кофе, и в отчаянной попытке согреться я даже включила огонёк, но как-то лучше не становится. Здарова, книжные, вы на канале Нерония, с вами я, и сегодня у нас такой болтательный ролик под кофеёк. Мы с вами поговорим о тех книгах, о тех темах в литературе, которые мне не интересны, которые я не хочу читать, которые я не хочу, чтобы попадались в моей библиотеке, тем не менее время от времени они в моей библиотеке всё-таки попадаются, но это, как говорится, в каждом правиле есть свои исключения, и это мы с вами сегодня тоже обсудим. Итак, у каждого из нас есть те темы в литературе, которые для нас являются либо просто скучными, либо вот абсолютно непереносимыми, неподходящими нас от них. Триггерит, трясёт и вызывает кучу негативных эмоций. Собственно, об этом мы с вами и поговорим. Я поделюсь с вами теми-темами, которые скучны и неинтересны мне, и которые меня бесят, раздражают. Ну и вы сделаете то же самое в комментариях, а я с удовольствием ваши комментарии почитаю. И свой список я аранжировала от, ну, таких лайтовых тем, которые просто мне скучны, неинтересны, я их, может быть, уже переросла, и до тех тем, которые меня триггерят настолько, что мне в итоге снятся кошмары, я испытываю кучу негативных эмоций, меня трясёт, мне хочется выбросить книгу куда-нибудь подальше. Вот как бы об этом зайдёт речь сегодня. Начнём мы, естественно, с лайтовенького, но маленький дисклеймер. Все эти темы, они так или иначе имеют место быть в наших жизнях, ну, кроме одной. Так или иначе они попадаются нам в реальной жизни, поэтому я в самих по себе этих темах ничего плохого не вижу. Я не вижу ничего плохого в том, что они используются в литературе, пускай это ведь наверняка кому-то интересно, для кого-то это нужно, кому-то, может быть, эти книги даже чем-то в жизни помогают, но вот они просто не мои, они мне скучны, неинтересны или, в принципе, просто неприемлемы, потому что я вот такой человек со своими личными триггерами. И начнём мы с лайтовенького, с того, что мне просто, ну, вот, скучненько, потому что не по возрасту. Это Янка Даутся в литературу с типичными подростковыми проблемами, типа первой любви, типа непонимания между одноклассниками, каких-то тёрок между ребёнком и родителями, я просто из этого выросла. Сами по себе подростковые книги мне попадаются, вот, именно из жанра Young Adult, но в основном это какой-нибудь фэнтези. В фэнтезийном обрамлении я ещё как-то воспринимаю подобные темы, но именно в обрамлении нашего современного реального мира мне становится скучно, потому что я уже давно-давно из всех этих проблем выросла, они никоим образом меня не интригуют, не волнуют, не интересуют, поэтому читать о подростках вот в современном мире мне не особо интересно. Тем не менее, фэнтезийный Янка Даут по большей части мне заходит, и вот, например, Опиумная война, это тоже Янка Даут, и там Героиня не так, чтобы очень много лет, Та же не ночь, там тоже, по-моему, 16 лет главной героиней, или как-то так, тоже Янка Даут литература, и вполне неплохо мы с этими книгами спелись. Поэтому, повторюсь, нет ничего плохого в жанре Янка Даут, просто нужно найти, наверное, какое-то своё направление в этом жанре, в этом виде литературы, чтобы оно нравилось. Ладно, поехали дальше. Тема номер два – это книги о животных, и книги, написанные от лица животных. Если книги, написанные от лица животных, просто кажутся мне скучными и неправдоподобными, ну, потому что, на самом деле, откуда мы знаем, что и как чувствуют животные? Мы не можем залезть к ним в мозг, они не могут нам об этом рассказать. Да, животные чувствуют боль, страх, какое-то волнение, может быть, даже любовь, но мы не знаем, допустим, может ли животным быть стыдно. Наверняка есть какие-то опыты, которые показали, что, возможно, каким-то животным действительно стыдно, каким-то нет. Но вот когда я, например, читаю книгу, написанную от лица обезьяны, мне не хочется лезть и гуглить факты, испытывают ли там, допустим, обезьяны стыд или похоть или что-то подобное. Нет, мне всё это кажется неправдоподобным, даже если животные и испытывают подобные чувства, наверняка они их испытывают как-то по-своему, не так, как мы, а передавать их чувства так, чтобы это понимали мы люди, ну, мне это всё кажется неправдоподобным и оттого скучным. Что же касается самой литературы о животных, я её не люблю, потому что животные зачастую там страдают. Страдания животных для меня воспринимаются как нечто болезненное, я плачу, мне снятся кошмары, я представляю свою собаку, вот что она переживает что-то подобное, мне становится тяжело-плохо, и я, ну вот зачем мне такие тяжёлые эмоции, правильно? Да, книги должны вызывать эмоции, но когда это переваливает больше в негативную сторону и вызывает дискомфорт, это, ну, мне кажется, это неправильным. Тем не менее, у меня есть на полках книги о животных, написаны они, ладно, здесь не вижу, забыла, кажется, Джеймс Херриот, или, в общем, фамилия автора Херриот, он ветеринар, и он рассказывает о своих ветеринарных буднях, да, там тоже животные страдают, погибают, но эти книги написаны с огромной любовью, и хоть я и рыдаю, когда их читаю, прочитала я две, там целый цикл, то ли четырёх, то ли пяти книг, я чувствую ту любовь автора, которую он испытывает к животным, и от этого эти книги мной воспринимаются легче. Ну, это, пожалуй, единственные книги о животных, которые есть у меня в библиотеке, но ещё, кажется, есть Белый Клык, Чека Лондона, который я ещё не читала, и всё, всякие Белый Бим, Чёрное Ухо, Муму, вот это вот всё, пожалуйста, уберите от меня подальше, я не могу, мне будет плохо, я буду страдать. В общем-то, я со школьной, с камней не люблю такие книги, ну, я думаю, тут меня многие поддержат, потому что все наверняка плакали, читая Муму, там невозможно не плакать. Тема номер три, которая время от времени всё-таки появляется на моих книжных полках, но я всё-таки стараюсь её избегать, это инопланетяне. Вообще здесь несколько причин. Во-первых, я уверена, что если инопланетяне на нас нападут, мы не выживем, не выиграем, и поэтому все вот эти вот книги о том, как люди борются с инопланетянами, мне кажется просто неправдоподобными. А книги, где люди дружат с инопланетянами, это, конечно, уже другой сорт литературы, здесь как-то, ну, всё мной воспринимается полегче, но опять же, я не верю в подобный исход событий. Я уверена, что если инопланетяне на нас нападут, мы все умрём, да. Вот такую книгу я прочитаю и скажу, да, наверняка. Опять же, я не люблю описания инопланетян, как они выглядят, как они могли бы выглядеть. Вот это вот фантазии на тему, как выглядят инопланетяне, если они расписаны на миллион пятьсот листов, мне это неинтересно. Также я не люблю, когда вот ты читаешь книгу, да, там происходит какая-то непонятная чертовщина с персонажами, и где-то там в конце книги выясняется, что виноваты во всём были инопланетяне, и главные герои сейчас быстренько всё порешают. Нет, я такое не люблю, я это не воспринимаю. Мне кажется, это вообще какой-то плевок в читательскую душу, вот так вот взять, и, на мой взгляд, это просто запоротый финал. Именно поэтому я не люблю финал одной из книг Стивена Кинга. Вообще, у Кинга тоже есть книги на тему инопланетян, и все их люто не люблю, да. Признаюсь, ненавижу тему инопланетян у Стивена Кинга. Мне кажется, она ему не удаётся вот вообще от слова совсем. Пожалуй, вот здесь я поставлю значок спойлера. Кто не хочет сейчас спойлеров по Стивену Кингу, переходите вот на указанное время. Я надеюсь, вы уже ушли. С теми, кто остался, я хочу поговорить о книге «Под куполом», потому что это серьёзно, это какой-то ужас. Сама по себе книга прекрасна. Всё в ней замечательно, ровно до её финала, где главная героиня, одна из, в общем, персонажей, узнаёт, что в том, что случилось с городом, в том, что вот он оказался под куполом, виноваты инопланетяне. Причём не просто инопланетяне, а, если мне не отшибла память, не очень взрослые инопланетяне, скажем так, инопланетные дети. Вот как наши дети, да, они лупой поджигают муравьёв, так инопланетные дети вот так вот запихали нас под купол, не нас, а вот тот город, да, и наблюдали за тем, что происходит. И вот одна из персонажей такая, ой, я вот с ней поговорю, она меня поймёт, я ей докажу, что нам плохо, что она не права. И, в общем-то, так и случилось, да. Она там показала какие-то ментальные картинки этой инопланетной сущности. Инопланетная сущность всё поняла и решила, да, надо убрать этот купол, пусть они себе дальше живут, эти несчастные муравьи. То есть люди, ну, камон, ну, что это за финал? По-моему, это абсолютно слитая концовка. Я была так зла на эту концовку, я была так... Просто я была в бешенстве. Мне хотелось оторвать этот кусок книги и выкинуть его к чёртовой матери, придумать какую-нибудь свою альтернативную концовку. Или лучше вообще оставить эту книгу без концовки, пусть там лучше все умрут, и никто не узнает, откуда появился этот купол, но только вот не вот это объяснение, не вот этот вот конец, ну, чёрт возьми, ну, как так можно было сделать? Вот такие эмоции вызвала у меня концовка книги «Под куполом», развязка вот этой вот истории. Пишите в комментариях, как вам вот это вот то, что сделал Стивен Кинг, но, пожалуйста, напишите в комментариях большими буквами вначале спойлер, чтобы, ну, мало ли кто сейчас читает эту книгу, чтобы для них это не было... Ну, в общем, чтобы для них не было неприятностей. Мы с вами это внизу аккуратненько обсудим под меточкой спойлер. Да, на этом спойлерная часть заканчивается. И продолжаем дальше тему с инопланетянами. Вообще, в целом, я такие книги читаю, и мне нравится, как, например, с инопланетянами, скажем так, работает Джон Уиндом, как он отрабатывает эту тему. Он берёт инопланетян чисто как факт. Вот они были, и всё. Вот они сделали что-то такое, и всё. А дальше он смотрит, как люди разбираются с этой проблемой. То есть люди сами по себе с инопланетянами в какой-то там контакт, ну, по крайней мере, в тех книгах, которые я читала, не входят. И это мне нравится. Рассуждать, как человек себя поведёт при встрече с инопланетянами, это одно. Рассуждать о том, как поведут себя инопланетяне при встрече с людьми, это совершенно другое. И вот первое мне интересно, а второе не особо. Потому что, повторюсь, всё это не кажется мне правдоподобным, и я уверена, что если мы таки сталкнёмся с инопланетянами, мы все дружно умрём. Мы с вами движемся дальше. Четвёртая тема – это любовная любовь и эротическая литература. Опять же, в самом по себе жанре я не вижу ничего плохого. Любовные романы интересны довольно широкой аудитории, в том числе и эротическая литература интересна довольно широкой аудитории. Наверняка кому-то эти книги как-то помогают, но я их не люблю в том случае, если они вот конкретно только о любви или конкретно только о эротике. То есть, когда весь сюжет подталкивает героев друг к другу и ничего больше, по сути, не происходит. То есть, нету какого-то обрамления, которое бы оттягивало внимание от любовной или эротической линии. Такое я не люблю. А сейчас я немножко разделю. Всё-таки любовный и эротический роман – это разные вещи. Если любовный роман, его можно запихать в какой-то более интересный антур, а что с эротической литературой так, мне кажется, сделать не получится. Поэтому я её в принципе не читаю. И, как мне кажется, эротические сцены там не стоят того, чтобы их читать. Мне кажется, они написаны как-то не очень красиво. Во всяком случае, в большей части книг, вот, к сожалению. Я их не читала, поэтому точно сказать не могу. Это просто, как мне кажется. И мне неинтересно. Я обхожу стороной. А что касается любовного романа, их я тоже, в общем-то, читала. Тот же, например, Миддлмарт Джордж Эллиот. Это вот огромный кирпич. И, по сути, это любовный роман. Но он упакован в реалии сельской жизни Англии, кажется, 19 века. И очень много там отдано именно вот этому английскому быту, который как раз-таки оттягивает от себя внимание, оттягивает на себя внимание от любовной линии. И, в общем-то, любовь там не особо-то любовная. Она довольно проблематичная, довольно сложная, не слащавая. То есть, вы понимаете, да, сами по себе любовные романы не вызывают у меня отвращения. Я не люблю любовные романы, когда кроме любви в них ничего больше нет. Когда ты с первых страниц знаешь, что вот у тебя есть такой герой, сикой герой, и где-то там они обязательно вот это вот самое влюбятся друг в друга и будут жить счастливо. А вы что подумали? Так вот, когда весь сюжет работает исключительно на любовную линию, мне скучно. Я не против любовных линий как таковых. Но, пожалуйста, упакуйте мне их в какую-нибудь другую, более интересную историю, чтобы вот эта вот любовная линия была где-то там на фоне. Как, например, та же самая Королевская кровь. По сути, да, это романтическая фэнтези здесь. Очень много любви. Но она вполне неплохо разбавлена и политическими интригами, и какой-то там системой магии. То есть есть то, что перетягивает на себя внимание, и ты не захлебываешься в любви. Вот меня это радует. Как только я понимаю, что любви слишком много, мне становится скучно, мне хочется уйти. Недалеко, в общем-то, от любовных романов ушла и пятая тема. Это различные ироничные детективы, типа а-ля Дарья Донцова. Тоже я не вижу в этих книгах ничего плохого. И я даже больше скажу, я их когда-то читала. Это было давно. Я училась в школе, класс, кажется, седьмой или восьмой. В общем, как раз тогда эти книги были на пике популярности. Я даже помню, с чего я вообще начала читать Дарью Донцову. Это была книга «Жена моего мужа». Я увидела название и подумала, блин, какое странное название. Что же это может быть? И, в общем-то, с того и началась моя история знакомства с Дарьей Донцовой. Также Дарья Донцову читала моя подруга, и мы с ней обменивались книгами. И нам, в общем-то, даже было что обсудить, потому что, в основном, наши интересы были очень-очень разные. А тут вот даже можно было что-то обсудить. И в восьмом классе я попала в больницу с пневмонией, долго лежала. Мама привозила мне эти книги. В общем, тогда они заходили на ура. Ну и к тому же я на тот момент сама находилась в таком, скажем, подвешенном состоянии, когда детская, подростковая литература тебе уже неинтересна, а взрослая еще неинтересна. Тогда вот как раз-таки не было того самого Янка Далта, которого сейчас очень много. И, возможно, в то время, если бы он был, я бы с удовольствием его читала. Да, даже не, наверное, а сто пудов. Но так как его не было, а была Дарья Донцова, я читала Дарью Донцову. Да, и что хочу сказать. На самом деле в самих по себе этих книгах тоже нет ничего плохого. Да, это не очень хорошо написанные книги. Это вообще не литература в принципе. Но и эти книги имеют право на жизнь. Главное, не в моей библиотеке. Наверное, это тот сорт литературы, которому я не подойду. Даже если нечего будет читать, я лучше как-нибудь по-другому проведу время, нежели буду скучать за подобной книгой. Поэтому мы с вами переходим к следующей теме. Я уже забыла, какая она по счету. Она тоже недалеко ушла от предыдущих. Это различные книги о бандитах, ворах, преступниках. Вся вот эта бандитская романтика. Это просто мимо меня. Я такое не люблю. У меня все это вызывает стойкую ассоциацию с НТВшными сериалами о ментах. Они мне никогда не нравились. Это было безумно скучно. И даже с точки зрения какой-то режиссерской работы я находила очень много ляпов, будучи в довольно юном возрасте и не особо внимательно смотря все эти сериалы. И с точки зрения актерской работы все это раздражало. И вот приблизительно такое же глухое раздражение я испытываю, когда вижу книги о бандитах. Поэтому скучно, неинтересно, раздражает, уберите от меня подальше. Туда же от меня подальше уберите, пожалуйста, книги о лихих 90-х. О том, что было тяжело, мы выживали как могли. И вот это вот все. Мое детство как раз-таки пришлось на 90-е. Но я была... Сначала я была маловато, чтобы что-то вот замечать, что там происходит. А во-вторых, мне кажется, у меня родители очень сильно постарались, чтобы я ничего из этого не замечала. И чтобы мое детство прошло максимально спокойно. Но тем не менее, мне не хочется возвращаться в атмосферу 90-х. Мне не хочется видеть в книгах то, что я так или иначе все-таки в детстве видела. У меня нету ностальгии по 90-х. У меня нету ностальгии по Кэпсам, по Сеге, по Дэнди, по вот этому... по этим рынкам, когда ты стоишь на картонке, мерзнешь, примеряешь одежду. Нет. Книги о 90-х тоже, пожалуйста, от меня уберите подальше. Тем не менее, я не против их как вот вообще отдельной темы, потому что 90-е, я соглашусь со многими, это такой отдельный культурный, исторический пласт, и не писать об этом просто невозможно, потому что происходило очень много событий, самых разных событий, зачастую очень неприятных событий, и все это надо как-то переосмыслить и вот как-то подать. Кому-то это интересно, кому-то это нужно. Я же прохожу мимо этой темы. И еще одна тема, которая меня... Вот уже не то, чтобы она мне неинтересна, в смысле, она мне неинтересна, но при этом она меня очень сильно триггерит, это тема тюрем, заключенных в тюрьмах, тех, кто в тюрьмах работает, в общем, вся вот эта тюремная романтика, это тоже все мимо меня. У меня есть опыт общения с людьми, которые выпустились из мест не столь отдаленных, и зачастую это люди не очень культурные, не очень воспитанные, не очень вежливые, в общем, негативный у меня опыт общения с ними, поэтому и книги об этом тоже вызывают у меня некую триггерную реакцию, от которой меня вот несколько поколачивает, потряхивает, и мне, ну, неприятно, мне физически неприятно, мне кажется, что вот я где-то, не знаю, в какой-то грязи вожусь или что-то такое, в общем, что-то очень неприятное для себя делаю, это вызывает острый дискомфорт, я не могу читать такие книги, поэтому всеми силами их избегаю, и книги на эту тему, и фильмы на эту тему, особенно если там русские тюрьмы в наших реалиях, нет, пожалуйста, подальше от меня это уберите, я не могу, у меня аж прям вот-вот-вот-вот, и как вы понимаете, мы с вами подходим к триггерным темам. Еще одна триггерная тема, от которой мне становится плохо, это тема детей, и литературе, детей тяжелобольных, тем более смертельно больных, детей, которые остаются сиротами, или вот уже в книге они сироты, то есть мы не знаем, как они стали, мы не видели момента, как они стали сиротами, но вот они сироты, эти беспризорники, травля в школе туда же, к этой же теме, мне кажется, можно отправить, я не могу об этом читать, просто потому, что я мать, и я все эти ситуации проецирую на себя и своего ребенка. И в случае травли, например, я вообще просто не знаю, что делать, если, например, такое коснется моей семьи. Вот. У меня, повторюсь, было счастливое детство, меня никто не травил, мы с одноклассниками не испытывали друг другу особо теплых чувств, но и при этом никто меня не травил. Мы просто, вот, нам друг с другом было неинтересно, поэтому время мы вместе не проводили. Я просто с ужасом думаю о том, как вообще справляются родители тех детей, которых травят. Как им больно, как им страшно за своего ребенка, как им, наверное, страшно отправлять своего ребенка в школу, зная, что ему там будет тяжело, плохо. В общем, все вот это вот вызывает во мне очень сильный отклик, и я уже сейчас готова расплакаться. мне страшно, мне очень страшно от этих тем. То же самое и с больными детьми. Мне очень страшно от этих тем. Я не могу не пропускать их через себя. Я начинаю плакать только от мысли об этих темах, поэтому я предлагаю перейти к последней теме, которая вот прям вообще для меня максимально триггерная. Я готова сжигать, на самом деле, такие книги, несмотря на то, что они могут быть прекрасно написаны, великолепным языком, они могут быть прекраснейшим вкладом в культуру. И где-то умом я буду понимать, что это вот, ну, замечательно написанные книги, но меня так от них будет трясти, что я буду готова их сжечь, разорвать, уничтожить все экземпляры, лишь бы только они мне на глаза никогда не попадались. Это книги об алкоголиках, наркоманах и вот этой вот алкогольной и наркотической зависимости. все. Если это попадается в книге, мне становится максимально плохо. При этом алкоголики и наркоманы могут быть какие угодно. Они могут быть, скажем так, веселыми, жизнерадостными, как, например, в книге «Квартал Тортилья Флетт». Я забыла имя автора, боже, это мой любимый автор, а я забыла его имя, потому что я думаю об алкоголиках, которые меня раздражают. Джона Стейнбека, вот, «Квартал Тортилья Флетт» Джона Стейнбека. Прекрасное написанное произведение, и я понимаю, почему Стейнбеку нравились эти персонажи, и я понимаю, почему, ну, вот как вообще родилась эта книга. И те персонажи, которые там есть, они действительно жизнерадостные люди, но они алкоголики. И причем они даже не такие алкоголики, которые, вот у меня все плохо, поэтому я буду пить, нет. Они алкоголики просто потому, что они алкоголики. Все. Они сами себя даже не оправдывают. да, вот они такие, какие они есть. У них вот такая жизнь. Она их целиком и полностью устраивает. Они находят в ней положительные моменты. И, по сути, они даже веселые люди. Меня вот, 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 аж прям вот так вот всю трясло, коробило и раздирало, когда я о них читала. А если в книге алкоголик свой алкоголизм оправдывает тяжелой жизнью, я вообще просто взрываюсь. Мне становится настолько мерзко, настолько противно. Я как будто завалялась в чем-то грязном, в каких-то жидких, ужасных, вонючих помоях. Я не могу читать такие книги спокойно. Я не могу и к ним относиться спокойно. Мне вот хочется все время вот так вот ежиться, вот крючиться, ворочиться, морщиться. Не переношу эти темы. У меня есть опыт общения с алкоголиками. У меня есть опыт общения с наркоманами. Как вы понимаете, вообще ни разу не положительный, не светлый, максимально негативный. И я не могу адекватно воспринимать эти книги. Я не могу их отстраненно воспринимать. я просто начинаю вспоминать весь свой опыт общения с такими людьми. И мне становится очень плохо. Просто максимально плохо. Я как будто погружаюсь в какие-то кошмары. И после таких книг мне даже начинают сниться ужасы. Я вот даже словами не могу передать, насколько это для меня ужасно. И те книги, в которых есть хотя бы малейшее упоминание алкогольной зависимости, там может быть какой-то веселый алкоголик, душа компании, он просто его все любят и обожают, но он алкоголик, все. Я не могу. У меня внутри поднимается такой пожар. Я не могу читать такие книги. Все, сейчас у меня опять начнет плыхать. Я еще тут расплачиваюсь ненароком, это вот сразу все и дети, и алкоголики, и вот, нет, все, все, на этом я закончу видео. Пойду, наверное, покричу на зеркало, чтобы как-то стравить эмоции. Вот, вы пишите в комментариях, какие темы в литературе неприемлемы для вас, или там, они для вас скучны, или они также вызывают у вас отвращение. Я с удовольствием прочитаю ваш список внизу в комментариях. Вот, не забывайте заходить ко мне в инстаграм, заглядывайте в твиттер, обязательно подписывайтесь на канал в четверг, если все будет хорошо, выйдет влоговое видео по Стивену Кингу. Оно вообще, на самом деле, должно было выйти сегодня, но я просто не успеваю его смонтировать, там очень-очень много кусочков, и получилось снимать в самых разнообразных местах, у меня там и фотосессия была, и прогулка по Питеру, я даже зашла в главный буквоет всего Питера и там поснимала, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить этот ролик, он, в нем будет очень много всего, вот, так что, да, на этом все, спасибо за просмотры, до новых встреч, пока-пока, пока, и не читайте те книги, которые вас бесят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok